Спасибо. Вас удачно посадили, кстати, с Игорем Петровичем. До этого можно выступать. Пожалуйста. Друзья Анатольевич, у меня не вопрос, а предложение, поскольку прогноз социально-экономического развития состоит в том числе из описательной части, дать поручение нам описательную часть совместно с Министерством экономического развития, с Минфином доработать и прописать все нюансы, касающиеся вопросов по прогнозу в части электроэнергетики. Поскольку все-таки здесь при установлении этих параметров существует для отдельных потребителей своя сетевая составляющая, то есть индексация цены на электроэнергию, которая в целом может отклоняться от средних значений. Например, я приведу пример решения проблемы по последней миле, которая предполагает повышение тарифов для прочих потребителей и населения с 1 января 2014 года. Я вам докладывал, и это должно быть прописано здесь более четко. Второе, что касается тарифов по теплу, наверное, мы поддерживаем, безусловно, предложенный вариант, но есть разница между первой ценовой зоной, это европейская часть России, и второй ценовой зоной. В первой ценовой зоне ситуация связана с тем, что там основной теплоисточник – это газ на теплостанциях, вырабатывающих тепло, и с учетом замораживания тарифов по газу, наверное, в эти параметры еще можно будет уложиться. А по второй ценовой зоне там основной энергоноситель – уголь, мазут, дизельное топливо, это все, что касается восточной части России. И в эти параметры, скорее всего, трудно будет уложиться без убытков для компаний, даже с учетом оптимизационных расходов. Поэтому здесь, мне кажется, в прогнозе нужно прописать, что это в среднем по России, а в целом нужно будет между европейской частью и восточной частью отрегулировать. И третий момент, который, мне кажется, также целесообразно было бы отразить – это вопрос ликвидации перекрестного субсидирования, как он будет решаться в рамках тех задач, которые стоят сейчас по замораживанию тарифов. Спасибо. Спасибо. Есть еще комментарии какие-то? Пожалуйста. Я бы хотел обратить внимание, что сокращение расходов на образование и в абсолютных величинах, и тем более в доле от расходов бюджета, противоречит бюджетному посланию президента, которое было озвучено в июне этого года. Спасибо. Пожалуйста. Тем не менее, в качестве предложения, вот с учетом действительно только сегодня озвученного изменения решения по тарифам, я попросила в прогнозе согласовать эти величины, потому что инфляцию в 4,5 или в 4,6% на 2014 год, я сейчас говорю о 2014 годе, мы без ужесточения денежно-кредитной политики, которая негативно отразится на экономическом росте, могли достичь только при нулевом росте тарифов на ЖКХ. Если этот рост пересматривается до 4,2%, то, соответственно, инфляция может быть только другой. Либо мы вынуждены будем ужесточать денежно-кредитную политику, что не очень хорошо в нынешней экономической ситуации. Я поэтому просила бы в прогнозе вот эти величины и политику досогласовать на 2014 год. Спасибо. Спасибо. Есть еще выступление? Нет? Хорошо. Значит, мы вчера с коллегами рассматривали проектировки, сегодня рассматриваем прогнозы бюджет. Строго говоря, ничего нового в том, что прозвучало, для абсолютного большинства присутствующих нет. После принятия решений, еще раз обращаю внимание на необходимость консолидированной работы с соответствующим законопроектом в Государственной Думе, в том ключе, о котором вчера сказал на заседании комиссии по проектировкам. И никак иначе. Теперь в отношении пожеланий, которые здесь звучали, естественно, я предлагаю еще раз к этим вопросам вернуться, если коллеги считают целесообразным, и в той части, которая касается конгрентоспособности экономики и позиций по финансированию деятельности Российской Академии Наук, и в отношении описательной части прогноза по электроэнергетике, там действительно есть свои нюансы и сложности. Вообще тема, связанная с ростом или нулевым ростом тарифов для монополии, она весьма сложна, хотя вот даже выступление наших приглашенных экспертов прозвучало одобрение этой меры, но она весьма трудна для исполнения, и в каждой отрасли, там, где действуют наши инфраструктурные монополии, есть свои сложности. Они есть и в газовой отрасли, есть и в деятельности железных дорог, и в особенной степени это касается электроэнергетики. Мы это все понимаем, и именно поэтому Минэкономразвитие даны инструкции в максимальной степени учесть эти моменты и сделать так, чтобы основные задачи и инвестиционные планы наших инфраструктурных монополий, которые непосредственно отражаются и на самочувствие населения, не пострадали. То, что касается роста тарифов для населения по формуле инфляция минус, можно еще раз обсудить этот вопрос, но при этом я хотел бы обратить внимание на два момента. Безусловно, то, что предлагается, и так является весьма серьезной мерой с точки зрения тех темпов роста тарифов, которые были изначально предложены, я имею в виду по формуле инфляция минус с коэффициентом 0,7. И второе, на что я хотел бы обратить внимание всех членов правительства и вообще всех, кто сидит за этим столом и присутствует в зале, применительно к этой мере самое главное – не обмануть людей. Нельзя обещать ноль, а потом сделать другое. И вот именно это и нужно оценить всем, включая, естественно, правительство и Центральный банк. Давайте об этом и договоримся. Спасибо, решение по первым двум вопросам принимается. Спасибо. Спасибо. Спасибо.